так снова всем привет как вы наверно уже доказали сегодня у нас второй день пошел и продолжаем рисовать картинку посмотрела я сколько вчера она снимала всего мне такое ощущение что видео выйдет на 70 часов примерно а еще я все еще немножечко хриплю ну ничего едем дальше и у меня уже естественно все давно высохла пересохла засохла я начинаю постепенно прорабатывать все то где у нас лежат уже первые слои я потихоньку начинаю это все прорабатывать уделяя уже более четкое внимание к деталям каким-то нюансом цвета так кстати пью я тут чай это зеленый чай не самый на самом деле вкусный из всех существующих чаев на этой планете я вообще не честно сказать очень люблю луны и буду банально очень но особенно люблю молочные луны которые много кто любит это не какая-то какая-то супер новости вот этим никого не удивишь но особенно я люблю такие зеленые чаи как тигуанин например очень мне нравится вид этого чая который называется golden baby если где-нибудь и вы будете пробовать и гуанини там будет golden baby попробуйте обязательно он конечно на любителя это нечто такое солоноватая немножко напоминает рассол я бы даже сказала может прозвучать не аппетитный я знаю но на самом деле если будет возможность обязательно попробуйте потому что если любите вот такие землистые чили вам должно понравиться это довольно вкусно вот и он имеет такую выраженную знаете эту тонильность то есть такой терпковатость во вкусе которая присуща в принципе всем зеленым чаям но она у него с особым сладким послевкусием и вот когда вы после него вдыхаете просто ртом воздух он сладкий и это очень приятное чувство и оно такое ни с чем не повторимая то есть на другие зеленые чаи это уже не так похоже вот здесь у меня какая-то красненка пошла вот вообще я за свою жизнь очень много перепробовала всяких разных чаев и пакетированных и не пакетированных пуэра одно время очень любила пыталась заменить ему кофе даже какой-то промежуток времени но потом поняла что не могу утром без кофе вообще то есть даже если не имею настроение пить кофе тогда не просыпаясь смысле что не сейчас я попью чай черный с лимоном у меня тоже такое бывает по утрам хочется черный чай с лимоном вот и я я попью этот чай и через там буквально двадцать минут я понимаю что я все равно хочу кофе и для себя я уже решила что видимо утром без кофе это не мой вариант я сюда еще вмешиваю немножко лаванды ван гог она очень хорошо вот во впадинке ложится так она конечно очень насыщенны но если ее полупрозрачным положить она такая прям вот цвет нужно этот цвет тени такой во внутреннем уголке глаза немножко его прям если грамотно положить то очень даже здорово смотрится можно проработать вот эту складочку получше тут у нас такой холодной розовый я использую хинокридон розовый чтобы это передать вот и много какие чем не нравится много что перепробовала но больше всего наверное вот люблю все-таки молочные че еще люблю просто зеленый чай с жасмином знаете когда я не знаю что я хочу пить я почти всегда выбираю чай с жасмином особенно если я где-нибудь в кафе к примеру я не буду долго думать выберу зеленый чай с жасмином если у меня нет желания что-то новенькое попробовать очень красиво идет в сочетании сочетание в тенях противоположные оттенки то есть например если вы используете красноватый вокруг вокруг глаз то вполне уместно будет где-то в тени положить какую-то зеленцу потому что красный у нас является противоположным для зеленого и на мой взгляд это всегда очень выигрышно смотрится ну конечно все должно быть умеренно и не просто положить зеленый лишь бы положить а именно грамотный оттенок зеленого в зависимости конечно того какой у вас красный вот это мне кажется очень оживляет цвет в целом то есть работа будет гораздо более такой колоритный интересный сочный у нас сегодня я думала что будет светло но нет несмотря на то что сейчас день я все равно сижу с лампой потому что толком ничего не видно и не может не подбешивать вот я смочу сейчас свой зеленый зеленый все немножко смочить на самом деле я не прибегаю уже к новым цветам то есть я думаю вы заметили что если я начинаю как-то в ограниченной палитре работать то я практически не добавляю новых цветов вот вела лишь только лаванду и то потому что посчитала что тот сиреневый который я выбрала несколько не того оттенка вот и сейчас например я в виду ультрамарин потому что на мой взгляд на яблоки глаза ультрамарин все-таки лучше всего смотрится чем какие-либо другие синие можно конечно и стал и циан положить при желании здесь может быть капли того капли другого даже если ориентироваться именно на референс но на самом деле это можно и получить смешение я бы как а за то что такое выражение у нас с красненькой с какими-то прожилками я даже добавлю потом пару прожилок красноватых чтобы вот эту тонность и красноватость такую болезненность приятную приятная болезненность немножко подчеркнуть бумага все-таки действительно вот финиш выглядит как будто бы это сатин хотя я прекрасно понимаю что это среднее зерно и на вид вот до того как начинаешь на ней работать она выглядит как среднее зерно но в процессе почему-то все больше и больше становится похоже именно на сатин что странно конечно немножко это неожиданно потому что на на менее фактурная и вот финиш пятен очень похож на сатин признаться честно мне немножко жирковато сейчас то что на самом деле у нас очень тепло дома и в принципе в краснодаре довольно тепло зимой нет необходимости надевать там какие-то свитера невероятны но за исключением конечно бывают дни когда довольно прохладно естественно все таки мы в одной стране живем нормально хотя с учетом того какая она огромная и то что у нас разный климат тоже абсолютно нормально вот но конечно у нас бывает и снег и и холода и все прочее но в целом относительно тепло относительно но если зима холодная то это значит что она влажная и на самом деле влажную зиму гораздо сложнее переживать чем сухую я сама родом с волгоградской области и там сухие зимы и поверьте я знаю что такое морозы в 30 градусов и выше все это было в моей жизни в огромных количествах как бы не раз сталкивалась с этим вот меня удивляет немножко когда мне люди с наездами пишут директ типа вот знала бы ты каково это когда там у нас минус 30 я знаю что такое минус 30 у меня было это но морозы разные то есть в краснодаре это влажный мороз и ощущение такое что ты просто весь мокрый изнутри и это на самом деле не очень легко переносится поэтому всему как бы во всем есть свои плюсы и минусы и это абсолютно нормально что у кого-то тепло у кого-то холодно все таки мы во взрослом состоянии уже наверное сами выбираем где нам жить где нам находиться я как человек очень теплолюбивый не представляя себя вообще нигде больше вот честно да конечно если там у меня так сложится жизнь и обстоятельства что надо будет уехать я не привязываюсь так сильно к месту я в принципе довольно легкая на подъем но краснодар я очень люблю и мне конечно было бы очень жалко отсюда куда-то переезжать поэтому если вдруг вы когда-нибудь услышите новость о том что я куда-то переезжаю знаете скорее всего мне грустно вот но в каждом городе естественно есть свои плюсы и минусы и кому-то краснодар абсолютно не нравится и как бы он и не должен всем нравиться ну это нормально все вкусы разные так же как москва например кому-то нравится кому-то нет я туда езжу например только по работе и мне этого достаточно то есть я не скучаю за москвой даже когда там тепло ну я была и весной и летом попадала в теплую погоду все равно это абсолютно не мой город не хочу ни в коем случае забить забить задеть москвичей то есть если вы любите свой город я не претендую чтобы вы его разлюбили я просто говорю свое мнение мне кажется это очень такой каменный какой-то холодный черстый город в общем по атмосфере он не для меня он для меня слишком давящий слишком бетонный мне хочется больше зелени больше конечно все опять же относительно одни места более красивые другие менее какие-то более зеленые какие-то менее зеленые но мне очень душно там мне нечем дышать во-первых одной полной серьезе у меня всегда там заложен нос ну у меня есть некоторые проблемы с носом и вот климат очень сильно это отображает всегда то есть если что-то не так у меня начинает сразу закладывать нос от сухости от пыли абсолютно нечем дышать вот в москве это тоже присутствует тема у меня начиная с самолета на борту у меня все закладывает и заканчивая до самого конца поездки у меня все всегда заложено как-то так вот и ежу вот но сухо для меня в плане морально то есть мне там как-то если бы не нечего было делать вот именно дел как-то особо никаких не было мне кажется я бы там просто выпилилась бы серьезно реально не мое вообще вот но при этом события которые там у меня происходят они мне все всегда нравятся я о них с теплом вспоминаю но опять же вопрос не в городе а вопрос в людях которые в этих событиях присутствуют вопрос в моем отношении к этим событиям ни в коем случае там не в городе вот и я всегда вспоминаю только какие теплые моменты то есть не так что я приезжаю меня все бесит нет я приезжаю мне не до того не до того то есть мне нет времени побеситься все нормально как бы все хорошо мне нравится там погулять и все такое но по атмосфере минут если остановиться на секунду и никуда не бежать я понимаю что это абсолютно не мой город вот так я уже начала прорабатывать область под носом немножко можно опуститься сюда сейчас я на какое-то время наверное нажму паузу для того чтобы выложить кусочек работы которую я успела вам показать чтобы она и в ленте у меня была я люблю вообще выкладывать процессы мне ну во первых мне просто хочется делиться процессом сам факт тут ничего не опишешь как говорится вот а во вторых мне нравится следить за собственным мышлением за собственным ростом за всеми вот этими моментами мне нравятся недоделанные работы как они выглядят но выкладываю я все-таки больше для того чтобы вот этапность какая-то сохранялась и чтобы было интересно за этим наблюдать потому что если я буду выкладывать только те работы которые у меня доделаны ну во первых это будет гораздо реже во вторых мне нечего скрывать не хочется показать часть процесса иногда на процессах можно многое заметить и многому можно научиться поэтому если вдруг кому-то мои процессы будут полезны то так это же вообще прекрасно вот поэтому я люблю выкладывать процессы и всегда стараюсь ими с вами делиться вообще тема того что выкладывать а что нет это такая странная история я не понимаю художников которые очень сильно на этом зациклены и там постоянные опросы типа а вы не против моих фоток в ленте господи да выкладывай все что тебе нравится если ты делаешь это реально с душой это же всегда заметно и человек это чувствует и если вам по пути то он с тобой останется не нужно так цепляться за вот этот хочу нравиться всем но это же невозможно ты же не робот чтобы машинально какие-то заданные порядки действий отвечать так как от тебя этого ждут это это как-то глупо мы все живые люди ну захотелось там разнообразить выложить фотографии лично почему нет я наоборот чаще от вас получаю вопросы в стиле почему нет фоток а я просто про них забываю то есть просто забываю и все я забываю что можно бы и сфотографироваться то есть есть телефон есть камеры можно сделать фотографию здесь и сейчас и к тому же я не обладаю никакими там комплексами знаете типа не люблю фоткаться как-то привыкаешь раньше да я не очень любила себя ни на видео ни на камере мне казалось что в жизни ей симпатичней как-то девочкам всем свойственно мнить о себе больше чем есть на самом деле вот мне реально да и до сих пор наверное местами так думаю но я как-то уже привыкла youtube очень сильно в этом плане воспитывает привыкаешь видеть себя со стороны и привыкаешь на себя спокойнее как-то реагировать и уже нет такого что фу там я урод в этом духе как-то более все это нейтрально проходит сейчас у меня и то есть в этом нет проблем я просто забываю просто забываю все я шею довольно обобщенно буду прорабатывать потому что на ней нет особо какого-то акцента да на референсе акцент на ключичной линии присутствует но я не скажу что он мне нужен вообще когда что-либо делаете задавайте себе вопрос а надо ли оно мне вот всегда ставьте себе вопрос а зачем вот зачем мне там делать акцент на ключичной линии если я хочу привлечь внимание к лицу даже на самой фотографии она размытая зачем я буду ее прорабатывать подробно и всегда любые ваши действия подвергайте сомнению просто а зачем если вы так хотите то тогда все вопросы отпадают потому что вы себе царевок хотите делаете тем более в творчестве где как не в творчестве можно проявить свое я вот а если вы этого не хотите но делаете просто потому что ну вроде как на ревке так заложено или там хочу чтобы было максимально похоже то это странная цель как первоцель очень сомнительно все таки рисуем мы всегда с какими-то другими целями это либо удовольствие либо собственный рост либо развитие каких-то определенных навыков на сложные темы которые у вас не выходят или это работа на заказ но цель просто потому что такая фотография например если вы рисуете фотографии это очень странно поэтому я не люблю когда сравнивают мои фотографии ой мои работы и мои референсы типа там ой вышло не похоже или наоборот вышло похоже или вышло лучше или вышло хуже во-первых это не тактично а во-вторых зачем это делать я на то и рисую это чтобы это было что-то все-таки мое даже если это по фотографии чтобы при этом в этом что-то было мое а не для того чтобы это было такое же как фотография зачем тогда это делать вот ну примерно так вот пятнами поставила ключичную линию немножко все тут немного такой попрямо в принципе зеленоватое красноватое то есть видите изначально я положила зеленый как базовый подтон и теперь я смело в тени кладу более такие красноватые оттенки потому что противоположен для зеленого красно и вообще не бойтесь пользоваться этим правилами если вы чувствуете что вы не знаете в каком цветовом ключе вам двигаться попробуйте оценить свою работу на вот это простое правило колористического круга посмотрите какой для вашего конкретно цвета противоположный может быть он гармонично впишется в работу а может быть и нет зависит не только от цветотипа но от освещения от окружающей среды от рефлекса от падающего света и прочее прочее в и и в и в в в и что рисовать и параллельно что-то говорить одно из самых сложных занятий. И несмотря на то, что я предполагала, что этот формат видео будет более расслабленный, чем любые другие, все равно приходится очень много контролировать. И из-за этого, конечно, ты не можешь на 100% погрузиться в процесс. Вот у меня очень часто спрашивают, типа, почему у меня перестали выходить спидпейнты, потому что сейчас я рисую на больших форматах преимущественно, и мне, откровенно говоря, очень сложно все контролировать. То есть ты должен следить за светом, за тем, чтобы там не было каких-то больших пауз, за тем, чтобы все вовремя скинуть, чтобы не садилась батарея, чтобы там ничего не мелькало, ничего не было лишнего в кадре. И все вот эти моменты, плюс еще пока все это скинется, скидываешь частями. Иногда в один день не успеваешь доснять, и все эти моменты, они, конечно, гораздо усложняют процесс. Поэтому сейчас я практически не берусь снимать спидпейнты только на какие-то мелкие форматы, вот по типу такого, на него вот реально снять спидпейнт. То есть ты садишься, одним разом отснял, там пару дней монтируешь, потом там какие-то финальные корректировки могут быть еще день, там, к примеру, и потом выкладываешь. А, например, я снимала спидпейнт на большом формате, честно, я чуть не прокляла все на свете, это было очень сложно, и я действительно не, действительно, вот прям честно, не вижу в этом смысла, потому что, да, я понимаю, вам интересно посмотреть процесс, но мне это не приносит удовольствия, это оставляет риск определенный при выполнении работы, то есть есть шанс, например, во время этого, из-за того, что у тебя нет стопроцентной концентрации, ты рискуешь делать ошибки, и, ну, мне не хочется рисковать своими работами, плюс это стрессово, это какие-то лишние нервы, и я, честно, не вижу в этом смысла, потому что, давайте скажу, как есть, на духу, я не вижу, чтобы вы так шибко их смотрели, эти спидпейнты, по просмотрам, ну, ну, как-то так себе, и, не знаю, может, конечно, если бы у меня там постоянно это вызывало там особо крутую реакцию, отклик там безумный, но я не могу сказать, что у нас спидпейнт и какой-то сумасшедший отклик, ну, спидпейнт и спидпейнт, мне кажется, вообще, как жанр себя немножко изжило, вот, поэтому, ну, может быть, периодически буду снимать подобные форматы, но вы понимаете, что это очень длинные получаются ролики, я уже знаю, что видео будет очень длинным, потому что материала, что я там накидала, там, офигеть, сколько уже, и еще будет, поэтому я некоторые моменты, как вы сами видели, ускорила, но это просто необходимость, ну, и плюс есть некоторые вещи, которые мне хочется в тишине проработать, опять же, из-за причины того, что я хочу лучше сконцентрироваться на этом, вот, поэтому как-то я не знаю, что такое снимать, чтобы мне было сейчас максимально комфортно, ну, в общем, как вы поняли, я нахожусь в поиске какого-то формата, который мне будет максимально комфортен, может, конечно, надо не на таком большом скетчбуке рисовать, а что-то мелкое, хотя, в принципе, когда я веду прямые эфиры, я примерно такие форматы и снимаю, то есть я не могу сказать, что он какой-то большой, не такой уж большой, никакого уровня экстрадиетилизации тут тоже нет, все довольно обобщенное пятнами и так далее, и как бы ничего в этом суперсложной задачи тут тоже никакой нет, для меня это, ну, скетч и скетч, то есть несмотря на то, что он долгий по времени, по уровню проработки, это все равно для меня остается скетчем, то есть я отдаю себе отчет, что это же скетчбук, я могу где-то здесь оставить больше пятен, оставить больше недосказанностей, то есть больше каких-то непроработанных участков, чем если я рисую на больших форматах, то там уже, конечно, я продумываю, там каждые 5 квадратных сантиметров стараюсь очень тщательно прорабатывать, вот, поэтому как-то надо, в общем, может быть, приноровиться, хотя в целом довольно забавно, единственное, что я осознаю, что я делаю какие-то большие паузы в речи, потому что мне надо все-таки переключаться, я не барабанщик, я не могу и говорить, и смотреть, и смотреть сюда, и следить за всем, вот, в общем, не так уж легко, как могло бы показаться. Так, я уже подхожу к финальным проработкам, я сейчас проработаю глаза, все, что не успела проработать. Я хочу прорисовать радужку. Здесь моя голова сейчас не в кадре. И для радужки я не люблю чисто карри, естественно, писать коричневым, как вы могли заметить, у меня особо коричневых-то тут и нет. Вот, я смешаю мой оксид прозрачный красный с селенцой, может, немножко индийско-золотистый, и получу коричневый. Это гораздо более естественный коричневый, чем если я возьму какую-нибудь сепь. Я вообще не использую чистый коричневый, в работах уже очень-очень-очень много лет. Вот, и как-то вот обхожусь без них. Мне кажется, когда ты смешиваешь, ты получаешь многообразие цветов гораздо богаче, чем когда ты берешь что-то готовое. Именно поэтому я за то, чтобы смешивать. Вот. Огромное множество коричневых можно получить, мешая рыжие, зеленые, красные, зеленые, рыжие, желтые и черные, синие и красно-коричневые. Огромное множество цветов можно получить. И я не вижу, поэтому смысла будутся готовыми. К тому же, в готовых, например, в Ван Дейк Браун, там все то же самое намешано. Ван Дейк, это вообще, по-моему, английское красное плюс черное. Ну, как бы, что неужели вы не в состоянии сами смешать? Но зато это смешайте вы, а не кто-то за вас. И это будет ваш коричневый, с определенным уровнем замеса, определенным количеством того и другого пигмента. А если вы купите готовый, ну, такой коричневый уже есть у кого-то, кроме вас. Поэтому я предпочитаю все-таки грамотно подходить к изучению цветового круга своим возможностям, возможностям ваших материалов. И грамотно их, соответственно, вписывать в ваши работы. На самом деле, вот на данном этапе уже можно не прорабатывать так досконально. Тут уже зависит от степени вашей выдержки и желания показать определенный уровень детализации. Но у меня немножко, как я и сказала ранее, как бы я с вами абсолютно честна, немножко проваливается цвет местами, не весь, кое-где. И мне поэтому, как бы, приходится повторно проходиться, чтобы добрать. Я уже очень сильно хочу весну. Я абсолютно солнцезависимый человек. Именно солнцезависимый. То есть не могу без солнца. И для меня это целое испытание, когда долго пасмурно, когда темно, когда непонятно, как-то скачет погода. Для меня это действительно смерти подобно. Я, во-первых, какая-то становлюсь апатичная. Мне ничего особо не хочется делать. Если делаю, то как-то все из-под палки. Потому что надо. И как-то, в общем, тяжело мне дается отсутствие солнца. Мне кажется, каждому человеку свойственны какие-то свои определенные природные явления, в которых он видит себя, отображение своего какого-то внутреннего я и ощущения. Я могу сказать, что я на 100% более солнечный человек, чем человек дождь, или человек туман, или человек снег, не знаю. И в солнце чувствую себя максимально комфортно. Плюс меня абсолютно не смущает жара. Я люблю, когда жарко. Лето, как вы поняли, для меня вообще самое топ. Но иногда бывает невыносимо в Краснодаре. Иногда бывает не без этого. Бывает и под 40. Но в целом мне весны достаточно. Я родилась весной, у меня 21 апреля день рождения. И я очень люблю весну, когда все расцветает, распускается. Я больше всего люблю весну именно не за... Даже не за зелень и за ясное небо, и за солнце над головой, а вот за запахи. Именно вот запахи... Не конкретно каких-то цветений или деревьев, а запах вот весны. Его всегда очень четко можно определить. Он очень-очень выраженный. Это прям запах какой-то свежести. Вот что все немножечко подтаяло, что-то там еще осталось. И вот этот вот запах чего-то нового, это прям 100% запах весны. Еще в карии очень хорошо положить иногда зеленцу. Даже если вы ее не видите, позвольте себе пофантазировать и положить пару зеленых пятен, потому что с зеленцой коричневый на контрасте засияет. И получится именно таким глубоким и красивым, богатым коричневым. Так, пока у меня прорабатывается, я трону губы и брови, волосы. Я, наверное, сделаю уже за кадром. Я думаю, вы не обидитесь. Я и так вам показала весь процесс. Потому что здесь очень плотный по цвету. Я просто залил чем-то подобным коричнево-зеленым. И фон более каким-то глубоким, темным сделаю. То есть тут особо и смотреть-то нечего. Поэтому я думаю, что я сделаю это уже отдельно. Сейчас проработаю губы. Подсохнет моя радужка. Я еще уточню радужку. Тут кое-какие есть нюансы синева по периметру, если присмотреться. Но я ее вначале как бы проложила, но можно будет еще. И сейчас вот губы. Губы такие красивые. У нее тоже немножечко растертые. Как бы покусанные слегка. Обожаю такой эффект. И люблю теплые оттенки на губах. Рыжеватые, красноватые. Такие именно не холодные розовые, а именно теплые. Очень они смотрятся, на мой взгляд, сразу как-то так чувственно. Рыжие особенно мне очень нравятся. И раньше я думала, что губы же розовенькие такие. Значит, буду прорабатывать их розовенькими. На деле оказалось, что это все привязка к тому, что мы знаем. А надо отключать знание об объекте, включать видение. И если мы начнем видеть, то мы увидим, что там на самом деле, так же, как и с любой частью тела, абсолютно множество оттенков. Могут быть и зеленоватые, как у меня здесь в тенях. Я поставлю пару ударов зеленцы. Если боитесь вводить свет смело, можно всегда в мокрое место просто пару пятен поставить. Пигмент уже растечется и уже будет достаточно. Что там есть и рыженький, и холодный бывает ультрамарином немножко отдает. И лиловых оттенков в бликах особенно тоже много. Так что анализируйте. Не думайте, что если губы розовые, то надо их розовым писать. Не будьте как я раньше. Немножко здесь рыжены. У меня уже все позаканчивалось на моей палитре. Это я себе дополню. Немножечко здесь рыжены поставить такой. Пару завершающих штрихов, и мы уже почти закончили. Я хотела проработать глаза более контрастно. Я стараюсь чуть-чуть отступать от периметра, чтобы в периметр вести потом немножечко синевы. И она визуально посадит зрачок более естественно. Радужку точнее, зрачок, блин. Так, что еще вам рассказать? То я уже начинаю просто молчать и дорисовывать. Я уже чувствую, что я подхожу к финишной прямой, и поэтому начинаю просто судорожно дорабатывать детали, и поэтому молчу. Что-то еще хотела вам рассказать из каких-то планов. Что-то, о чем я хотела вам сообщить. Но, как вы уже догадались, забыла. Старое стало. Конечно, единственный еще минус, когда снимаешь видео во время рисования, во время процесса, это то, что не можешь нормально оценить, что происходит, потому что все время как бы работаешь в перспективе. То есть получается, что я вижу не так естественно, как могла бы видеть. То есть мне нужно в идеале нажимать на паузу, отходить и смотреть на работу, и корректировать таким образом какие-то нюансы. Поэтому это немножечко усложняет тоже работу. Какой красивый ультрамарин у Рембрандта. Это просто какой-то рай на земле. Посмотрите на этот синий. Безумно красивый цвет. Особенно я вот его, когда свежим наносишь на палитру, какой же он, зараза, красивенный вообще. Я его вместо черного сейчас использую. Именно в этой работе. Почему нет? Я не люблю черные цвета. Их также нет у меня, как и коричневых, потому что они визуально делают какие-то провалы, дырки в работах. И мне кажется, глубокие оттенки, глубокие темные оттенки, гораздо более выигрышно смотрятся, чем просто черный. Поэтому у меня его тоже в работе нет. У меня есть тинт нейтральный. Иногда я его использую. Он как бы тоже уже в составе с черным. Посадить поглубже глаз, чтобы он вперед не просился. Мне единственное не нравится, как вышел нос. Повторюсь, у меня нет цели попасть в сходство. Вообще никакой. Совершенно не до этого. Но мне хочется немножко, чтобы нос был менее грубым, как у меня получилось. У меня вот он какой-то грубоватый вышел. Чуть-чуть хочется ему добавить какой-то живости. Еще веснушки же у нас тут. Как же так? Без веснушек мы вообще никуда. Я не принципиально выбираю референсы с веснушками. Мне вообще по сути, вот если прям честно-пречестно, мне абсолютно все равно, какая внешность у девушки. Меня цепляют цвета всегда. И отвечая на довольно популярный раньше, сейчас слава богу, этот вопрос почти ушел на нет. Раньше меня часто спрашивали, почему ты не рисуешь партней или мужчин. Так вот, мне без разницы. Я могу и парня нарисовать. Но проблема в том, что меня цепляют цвета. Если парень будет бледноват, или весь такой фотошопный, идеальный кен от Барби, кен от Барби, звучало, конечно, так себе, то мне это просто неинтересно. А если он весь такой цветной и интересный, и сочно по цвету все, то чаще всего он выглядит женоподобно. И поэтому какая разница парней или женщин тогда уж рисовать. Но исключения случаются. И иногда я рисую парней. Просто нет подходящих референсов. Если мне западает мужской референс, у меня праздник на улице, потому что это случается крайне редко. Поэтому я только за. Если у вас есть крутые рефы, несмотря на то, что у меня огромная клависть рефов, и я сама постоянно пополняю свои запасы новыми, подписана на кучу различных фотографов и художников и прочее, и визажистов, у них тоже часто бывают и мужские работы, и женские. Конечно, женские в преимуществе, но мужские визажисты тоже часто встречаются. И все равно как бы особо мне нечего рисовать, ничего не прибавилось там. Поэтому если у вас есть классный мужской референс, пожалуйста, кидайте. Глядишь, нарисую. А может, и не нарисую. Может, он мне просто не понравится. Сам по себе. То есть неважно, мужской он или женский. Поэтому я абсолютно не обращаю внимание, какие внешности мне попадаются. Да, может там где-то прослеживаться, что они в чем-то похожи. Ну, это нормально. Это абсолютно нормально. Но, повторюсь, у меня нет первоцелей. Рисую только таких. Я рисую цвет. Цвет для меня царь всея Руси. И если даже девушка симпатичная, а симпатичных девушек очень много, к счастью, на нашей планете, но она скучная по цвету или вся такая идеально фотошопная там и прочее, то я ее не стану рисовать. Дело не и во внешности. Потом, конечно, можно пару блипов. Все, я уже заговариваюсь. Пару бликов поставить белилами, гуашевыми, титановыми. Иногда я пользуюсь этим, но в последнее время стараюсь также избегать этой истории. потому что, мне кажется, живой блик, который образовался за счет просто проталенной бумаги, за счет просвета бумаги, гораздо натуральнее выглядит, гораздо естественнее и чище, чем гуаши. Гуаши она как-то плотно перекрывает и немножечко это спорит с самим характером акварели, с самим ее темпераментом. Все-таки она такая текучая, водная. А гуаши, она, ну, более пастозная, естественно, и более плотная, и вот плотный материал, она прозрачная, но как-то выглядит так себе. При том, что я не какой-нибудь там сторонник, знаете, этих всех правил в стиле «Вот, если ты рисуешь акварелью, то значит ты рисуешь акварелью, никакой гуаши». Нет, я сторонник того, что если для вас это работает, значит так можно. Все, конец. Ничье мнение вообще не должно волновать. Хочется – делаешь. Мне нравится простое правило по жизни не обламываться. Так вот, не обламывайтесь. Если вам чего-то хочется, делайте это в своих работах. Ну, конечно, если это не вредит окружающим, то это правило можно применять и по жизни. Вот. Но все-таки в случае с гуашей вообще медиумы, типа акварель плюс линер, или акварель плюс там пастель. Мне немножечко странно. То есть, мне кажется, акварель такая самодостаточная. Я не против микс-медии, вы не подумайте. Ни в коем случае. Мне очень нравятся некоторые художники, которые работают в этом жанре. Мне сама микс-медиа нравится, но мне не нравится микс-медиа с акварелью. Мне кажется, это как-то спорит с самой сутью акварели. Но, опять же, если нравится это художнику, который работает в жанре микс-медиа, то кто я такая, чтобы свое мнение ему каким-то образом втюклить? Я, кстати, абсолютно в этом плане тактичный человек и никогда никому не скажу, что ему рисовать, а что нет. Потому что я знаю, насколько это неприятно и никогда так не сделала. Так как у меня такое бывало, мне такое говорили, я знаю, что это моя приятная история. Но, все-таки, мне кажется, акварель, она такая самостоятельная и для микс-медиа можно какие-то другие материалы вытаскивать. Я не пойму, он очень плотный или он просто еще не высох? Потому что он может спорить с моей глубиной тона глаза, будет не очень хорошо. Чуть-чуть краснинки добавить. И можно вот сюда, на этот краешек. Тут у нее есть такая некая подбитость, так сказать. Можно ее сюда аккуратненько вписать. Очень мне нравятся губы и на фотографии, и вообще с формат. Таких губ подбитых чуть-чуть. Ну, вообще вся картинка немножко такая. Опять же, никаких черных. У меня здесь мой зеленый плюс мой красно-коричневый и фиолетовый. Немножко показать ресничный контур, что все-таки у нее есть ресницы, но не перестараться. То есть, пару каких-то мазочков показать, что они там вообще имеются. И для текстурности, и для немножечко визуального эффекта можно. Но заигрываться с ресницами я бы не стала. Они ей ни к чему. У нее такие красивые большие глаза, что мне кажется, нужно сохранить вот эту открытость этих глаз и оставить легкий ресничный контур без каких-то выраженных пушистых ресниц. Нижние покажу, потому что они здесь к месту. Нижние я показываю очень светленько. Светлее, чем верхние, потому что не хочу утяжелять глаз. И теперь, помимо бликов, теперь я хочу немножко вернуть текстурность кожи. Для этого я возьму оксид прозрачно-красный, полупрозрачно. И расставлю кое-где текстуры. Веснушек добавить ей не помешает. По спинке носа веснушки будут поярче. И можно их размыть немного с зеленым, потому что у нас везде такой баланс с коричневого и зеленого. И они тогда будут чуть-чуть естественнее. Будут вписываться в ее цветотип. Как вы видите, я опять же остаюсь в своей палитре. Никаких цветов не добавляла. Все те же самые, чтобы сохранять баланс цветотипа и баланс оттенков. Мне недавно сказали такую вещь, что из-за того, что у меня много было раньше работы с ножками, человек написал мне, что стал тоже любить веснушки и стал замечать у других художников, что они тоже добавляют веснушки. Я не думаю, что я была первооткрывателем в этом. Я, честно говоря, не знаю. То есть, возможно, у кого-то и были веснушки в работах. Но мне было, конечно, очень приятно, что я дала человеку вдохновение вот такими текстурами, и что он стал добавлять тоже веснушки в работу. Ну, это добавляет живости, создает иллюзию того, что у вас еще более натуральная кожа. Но я все-таки склонна к тому, что веснушки не должны спасать картину. Они должны просто быть ее дополнением. Выезжать нужно на нужной глубине тона, на правильной глубине тона. А веснушки так уже, дополнение. Портреты и без них должны казаться живым. Если вы хотите выехать за счет веснушек, то вряд ли получится, потому что на плоское лицо, естественно, они не лягут, как не старайся. Поэтому все-таки в первую очередь это должно быть грамотно по объему. Уже потом можно и веснушки добавить. На кончик носа тоже можно, полупрозрачно. Вот так. Ну и, наверное, на этом у меня все. Осталось расставить пару каких-то бликов. Может еще где-то что-то детально немножечко прописать. Например, можно пару плотных акцентов вот здесь цветом поставить. Можно оставить так, как есть, чтобы было более прозрачно. Прозрачно. Чем прозрачнее акварель, тем как-то все естественнее выглядит. Поэтому насыщенность цвета лучше сразу подбирать на нужной глубине тона, чтобы потом не приходилось перекрывать. Потому что как только вы начинаете перекрывать акварель, она начинает жухнуть. И выходит не так красиво, как могло бы быть. И не так прозрачно, как могло бы быть. Мне кажется, прозрачная акварель гораздо живее выглядит, чем плотная. Но опять же, все должно быть к месту. На фоне, например, очень даже выигрышно смотрится плотная акварель. Такая прям, когда перекрытие идет, полная бумаги. Я расставлю еще пару бликов вот в районе глаз. Кстати, нужно здесь подчеркнуть красноту. Мне кажется, это здесь очень здорово смотрится. Немножечко тут тепла добавить во внутреннем уголке. Слизистый. И останутся волосы и фон. Может, где-то пару каких-то ударов я еще расставлю. На этом у меня все. Всем большое спасибо, что досмотрели. Если вообще досмотрели это видео до конца. Надеюсь, что данный формат вам понравится. И даже если это не уйдет в традицию, то это будет неплохое такое разнообразие. Что-то новенькое тоже хорошо. Вот. Спасибо, что вы были со мной. Надеюсь, вам было не супер-экстра скучно. Я понятия не имею, насколько информативным вышло видео, информативным ли вообще. Если есть, что сказать по поводу моих тут-то рассуждений и в чем-то мы там, может быть, с вами сходимся или нет. Любые темы, которые я озвучила, мне будет интересно почитать, оставляйте ваши комментарии. Вот. Всем спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok